Скоро игра твоей команды. Ты надеешься на победу. Весь в предвкушении игры. Но ситуация меняется. Тебя терзают сомнения. Они вытянут игру или их занесет на повороте. Ты берешь себя в руки, потому что уверен, от них будет выплат. Знаешь, что они готовились. Понимаешь, они идут правильным курсом. И даже когда шансов нет, ты веришь, они выиграют. GGB. Дай волю азарту. Добрый вечер всем любителям футбола. Я приветствую вас на четвертом туре Краснодарской футбольной лиги. Сегодня встречаются команды Донбасс и ЦСКА. Команды с разных полюсов турнирной таблицы. Донбасс уверенно идет пока по турниру. Имеет в своем активе три победы в трех матчах. ЦСКА же пока на данный момент, к сожалению, не может найти свою игру. И у команды всего лишь одна ничья и два поражения. Данную игру обслужит Михаил Менчиков, главным арбитром. Также напомню, что на этой половине поля работает система ВАРФ. В случае спорных моментов команды могут запросить помощи видеонаблюдения. Донбасс очень много забивает. Очень много забивает. За три тура команда забила 15 мячей. То есть в среднем по 5 мячей за игру. Но и при всем при этом пока сухих матчей у команды не было. Матч стартовал. Донбасс разыграл мяч в центре поля. Поехали. Пока перекатывают мяч в обороне игроки Донбасса. Пока Донбасс очень хорошее впечатление оставляет о себе. И многие уже, конечно же, отнесли к команду к одному из главных претендентов в борьбе за чемпионство. Но откровенно сказать, пока что не было у Донбасса хороших сильных соперников из также верхней половины турнирной таблицы. Пока все больше игр было с середняками. Либо с командами, которые пока что находятся в подвале турнирной таблицы. Сегодняшний матч не исключение. Но мы знаем, что футбол преподносит зачастую очень много сюрпризов. И посмотрим, что сегодня ЦСКА сможет противопоставить такой классной атаке, как у Донбасса. ЦСКА пока команда, которая формируется. Очень много новых ребят в команде. Виктор Стрельников, президент клуба, отошел от дел футбольных в плане игры. И сейчас больше наблюдает сбровки за командой, руководит действиями. Такой тренер-президент занимается формированием игроков, подбором стартового состава и так далее. Пока мы видим, что уверенно донбассовцы мяч контролируют. Армейцы не могут пока даже 2-3 пасса сделать мяч, поддержать. Но и Донбасс пока это владение ни к чему не приводит. Ошибка защитника. Может получиться хорошая атака. Нет, опять пасса никуда. Пока да. Пока начало игры, не хватает Донбассу последнего пасса в завершающей стадии атаки. Армейцам, конечно, надо чуть-чуть встрепенуться. Потому что если совершать такие ошибки, то далеко не уедешь в сегодняшний матч против такого соперника. Вновь вратарь выносит. Вновь никто не может у армейцев зацепиться за этот мяч. И вновь армейцам приходится обороняться. Здорово выходит из-под прессинга игрок ЦСКА. Сыч Олег переводит мяч на другую бровку. Что здесь придумают игроки? Ничего не придумали, к сожалению. Аут будут бросать донбассовцы. Команда Донбасс очень интересная команда. Если кто не знает, то ребята все переехали с Донецка, либо с Луганска. Ну, в общем, с той стороны. И Евгений Куров, капитан и основатель команды, главным правилом сделал, что в команде играют только люди оттуда. То есть, даже когда у команды не собирается по каким-либо причинам состав, никогда и Александр не прибегал к помощи легионеров, скажем так. Это смешно не звучало в данной ситуации. Вот армейцы сейчас, может быть, что-нибудь смогут создать. Здорово подключился из глубины поля. Но пока что, конечно, с технической точки зрения, армейцы очень слабо себя показывают. Очень много брака в приеме. Вот здорово. Сейчас донбассовцы контратакуют. Передача на левый фланг. И опять. И опять у Донбасса та же самая проблема. Не может команда сделать хороший последний пас. Последний пас куда-то в молоко. Забровку поля всегда у них пока проходит. Но совсем немного времени прошло с начала матча. Команды сыграли всего лишь где-то в районе пяти минут. И, конечно, еще я думаю, что ЦСКА и Донбасс смогут наладить игру и показать в атаке что-нибудь стоящее. Ошибается вновь оборона армейцев. И чуть не привозят себе контратаку. Фоллом пришлось останавливать игрока Донбасса. Штрафной назначает Михаил Менщиков. Очень странно, что нету в руках главного арбитра сегодняшнего матча желтой карточки. Потому что это был явно срыв перспективной атаки. Но, видимо, решил пока не задирать планку по желтым карточкам. И оставил этот эпизод без наказания. Только штрафной удар. Александр Куров у мяча. Что будет делать Александр? Разыгрывать. Либо, может быть, позиция позволяет прямым ударом пробить. У Саши хороший удар. Поставленный. Сильный. Ждем сигнал. Удар. Мяч там попадает в защитника армейцев. Здорово ставит корпус. И опять аут. Да, не может ЦСКА вообще ничего пока сделать. Даже элементарно зацепиться за мяч. Какую-то более-менее вразумительную атаку провести. Все куда-то пока все передачи очень неточные. То в аут, то сопернику. Либо при приеме у игроков пока проблемы. Здорово здесь опять разворачивается центральный полузащитник. Десятый номер Донбасса. Атака. Куров бьет. Ариф Мевлитов справляется с этим ударом. Но он должен был с ним справляться. В ближний угол был удар. Вновь Донбасс первый на подборе. И опять позиционную атаку уходит Донбасс. Перекатывают с одной половины поля на другую. Вот сейчас пошел пас вперед. Удар. Опять в игрока ЦС Камич попадает. В этом плане, к примеру, здорово сейчас контратака может получиться у армейцев. Хорошая передача направо. Что сделает игрок? Попытался забросить на своего партнера. Но верховые мячи Донбасс снимает уверенно. И вновь Донбасс будет сейчас позиционно атаковать, скорее всего. Прорывается по правому флангу. Защитник подключается. Что угловой будет, да, судя по всему. Да, угловой удар. Вот мы сейчас в кадре видим Виктора Стрельникова. Который очень переживает за свою команду, руководит ей сбровки. В этом плане Александру Курову, наверное, проще. Он находится на поле. Ему как-то эмоционально не должно быть спокойней. Он все-таки в игре. Замена у армейцев. Подача углового. Защитник не дотягивается. Мяч опять у Донбасса. Хорошая может получиться атака. И здесь уже игрок Донбасса не смог принять мяч. Хотя очень хорошей позиции он находился. Должен был, конечно, он принимать мяч и завершать эту атаку. Ой, какая ошибка от армейцев. Ой, простите, от Донбасса. Ошибка в обороне. И сейчас, конечно, армейцы должны были открывать счет. Но Евгений Корольчук очень здорово сыграл. И перевел мяч на угловой. Да, вот она. Вся прелесть футболок. Атакует одна команда. Первый опасный момент. Такой голевой практически стопроцентно создала совсем другая команда. Так, армейцы будут подавать угловой. Попытался разыграть, но... Грубая ошибка. И контратака Донбасса. И вновь пас. Никуда. Над последним пасом Донбассу надо работать, конечно. У Донбасса следующая игра будет проверкой. Потому что играть они будут также с одним из лидеров. Во всяком случае на бумаге. Пока тяжело судить о Мерчанском. Потому что у них всего одна игра была. Если я не ошибаюсь, они сыграли 2-2 с легендой. И в следующем туре как раз Мерчанская будет играть против Донбасса. Нет, извиняюсь. У Мерчанского две игры. У них одна победа, одна ничья. Мерчанская также многие приписали уже к фаворитам турнира. Потому что команда очень хорошо сбалансирована. Очень хороший подбор игроков у команды. И в принципе ничья в прошлом туре с легендой не вызывает никаких вопросов. Потому что легенда тоже очень сильная команда. Очень хорошо сбалансирована. И тоже с подбором игроков очень высокого класса по меркам любительского футбола. Поэтому Донбассу конечно нужно сегодня... Ой здорово как перевел мяч. Не забил сейчас игрок Донбасса. Хотя тоже можно было открывать счет. Потеряли защитники ЦСКА игрока Донбасса. Вновь ошибка какая у армейцев. При выходе из обороны. Крутит. Не может накрутить. Очень много соперников. Собралось возле игрока Донбасса. И он не смог их обыграть всех. И вот здорово опять в контратаку убегают армейцы. И надо было конечно сейчас опять забивать армейцам. Да вот так армейцы уже два момента не реализовали. Найдим 100%. Ну и здесь сейчас такой хороший был полумомент. Можно было в принципе решать. Опять Донбасс грамотно выходит из обороны в атаку. Опять одного совсем почему-то оставили нападающего Донбасса. Защитники армейцев. Донбасс сейчас позиционно опять будет атаковать. И опять ну я не знаю это уже наверное пятый или шестой вот такой пас от игроков Донбасса. Когда просто мяч между всеми игроками уходит в молоко. Просто в никуда. Ариф Мевлюта вновь разводит мяч от ворот. Сыч Олег. Ошибка. Хотел сыграть красиво. Но не получилось. Посмотрим что сейчас Донбасс делает. Ничего. Пока такие качели из потери мячей. И вновь Евгений Корольчук тащит этот удар. Вот вышедший на замену игроку ЦСКА сейчас уже три момента создал практически сам себе. Но реализовать их пока он не смог к сожалению. Здорово играет страж ворот Донбасса. Уже два раза спас свою команду от опасных ударов соперника. Вновь Донбасс позиционно выходит из обороны в атаку. ЦСКА не прибегает к высокому прессингу. Здорово. Я не понимаю почему нападающий Донбасса всегда остается один. Ему позволяют спокойно принимать мяч. Вот сейчас очередной прием мяча. От нападающего Донбасса закончился тем, что и армейцам пришлось фалить. Будет опасный штрафной удар. Хоть и угол острый. Бить вряд ли игру конечно будет. Скорее всего будет розыгрыш какой-нибудь. Может быть какая-то заготовка домашняя от игроков Донбасса сейчас будет. Посмотрим. Передача. Прерывает защитник из стенки. Передача вновь десятый номер. Как здорово разбирается. Подкат. Судья показывает играть. Не могут армейцы выбить далеко мяч. Ну вот вроде что-то у них получают. Вновь теряют. Вновь овладевают мячом. И опять на ровном месте просто на 4 метра человек не смог отдать передачу. И опять обрезка. И вновь Донбасс атакует. Передача. Ну что здесь. Здесь уже вратарь ЦСКА здорово играет. Арифмин Влютов молодец. Не дал поразить нападающему свои ворота. Армейцы отбиваются и выбивают мяч в аут. Ну что пока игра такая комедия ошибок что ли. Я не знаю. И Донбасс очень много в передачах ошибается. И армейцы не могут выйти из-под прессинга Донбасса передачами. Постоянно теряют мяч. Либо отдают сопернику. Либо в аут. Пока в этой игре ничего не ясно и непонятно. Кроме того что армейцы очень здорово контратакуют. И уже дважды могли наказывать Донбасс за расточительность впереди. Много борьбы в центре. Передач туда-сюда. В итоге мяч остается у Донбасса. Очень много флангами атакуют. Здорово. И что это опять штрафной. Да. Это штрафной удар. Очень опасный штрафной удар. Прямо по центру ворот. Вновь судья пожалеет игроков. ЦСКА не доставая горчичник из своего кармашка. Отчитывает 7 метров положенных. Кто будет бить. Кто будет бить. Интересно у Донбасса. Куров. Скорее всего Куров Александр будет пытаться забить. Быть может что-нибудь хитрое придумают. Как-то разыграют. Куров удар. 1-0. Здорово пробил Саша. И вратарь не смог справиться. Хотя отсюда показалось, что мяч как-то что-ли по центру ворот залетел. Может быть это была и ошибка вратаря. Либо может быть из-за стенки мяч вылетел. Он не увидел. Но в любом случае отсюда казалось, что вратарь должен справляться. Был с этим ударом. Но удар в любом случае у Александра получился хороший, плотный. 1-0 Донбасс выходит вперед. Что сейчас армейцы придумают на ход передачи. Здесь защитник Донбасса спокойно справляется. Далеко мяч укатился. Побежал, по-моему, Сыч Олег за этим мячом. Пока можно лицезреть дом спорта. Это техник, который находится на политехе. Где проходят мини-футбольные матчи. Вновь потеря от армейцев. И опять Донбасс веером разбегается в атаку. Но опять передача не точная. Конечно, команда уровня Донбасса не должна столько много брака в передачах делать. Очень много брака в передачах. Конечно, процентное соотношение я вам не посчитаю. Но я думаю, вы все прекрасно видите сами, что очень много ошибаются игроки. Кура вновь атакует. Вновь была ошибка при вводе мяча из аута от армейцев. Что вы ввели мяч, отдали его, по сути, сами противнику. И вот сейчас владеет мячом Донбасс. Процент владения мячом тоже, думаю, тут очень большой отрыв. Здорово финтип нападающий. Пытается прострелить. Что вышел там мяч, не вышел. Что судья говорит играть. Играем. Здорово тут разбирается 77 номер армейцев. И обрезает команду. Здорово так. Пофинтил. И в итоге чуть не привез гол в свои ворота. Но вновь. Последний пас от игроков Донбасса подкачал. Но справедливости ради, это защитник прервал передачу. Будет угловой удар. Подача. Непонятно, кто там бил. Судя по всему, свой же игрок сейчас бил поворотом. Чуть не забил. Второй угловой подряд. Здорово сейчас игрок ЦСКА пробил по своим воротам. Не знаю, отсюда показалось, что очень близко к воротам мяч прошел. Но, быть может, это обман телевизионной камеры. Подача на дальнюю штангу. Подача в штрафную. Что тут придумают сейчас игроки Донбасса? Удар Арифм Мевлютов справляется с ударом. Здорово. Пока можно выделить в обеих командах, в первую очередь, вратарей. Несмотря на то, что Донбасс полностью владеет игрой, инициативой владениями мяча, две опасные контратаки были в исполнении армейцев, когда они должны были забивать. Но Страж Ворот Донбасса здорово сыграл, не позволив отличиться игрокам ЦСКА. Не видно у ЦСКА, за счет чего они могут прибавить. Пока видно, что очень сырая команда, что они еще пока находятся в стадии такой притирки друг к другу, передачи непонятные. Просто где-то кажется, что наотмашь. Лишь бы куда-нибудь вперед, в надежде, что партнер зацепится за этот мяч. Нет целостности в игре армейцев. Посмотрим, может во втором тайме что-то изменится. Первый тайм у нас уже подходит к концу. Осталось играть где-то около пяти минут первого тайма. На ровном месте просто человек опять выбивает мяч и вау. Да, конечно, Виктору Стрельникову есть над чем подумать, как усилить команду, либо как изменить ее игру. Быть может действительно, пока все дело в том, что команда не сыгранная. Но пока, пока на данный момент, повторюсь, не видно за счет чего армейцы могут прибавить. Куров опять здорово бил. Хороший, плотный, дальний удар у него получился и пришелся в спину защитника ЦСКА. Быть может, это и спасло команду от гола. Неизвестно, там справился бы голкипер с этим ударом или нет. Разыграли аут игроки Донбасса. Ой, все-таки обрезался их защитник, но исправил свою ошибку. Контролирует мяч, конечно, Донбассовцы очень много. Армейцы пока в погоне за этим мячом. Здорово Куров отдал. Дальше по бровке и выбивает игрок ЦСКА. Мяч не видно, там на угловой, по-моему, мяч ушел. Да, судья показывает, что будет угловой удар. Много угловых в первом тайме, пока не принесли дивидендов Донбассу. И вот сейчас после подачи углового убегают в отрыв армейцы. Ну, что-то какое-то непонятное решение принял игрок ЦСКА. Зачем-то начал разворачиваться в ту сторону, где игроков Донбасса было чересчур много. В итоге, естественно, мяч потерял. В Донбасс позиционной атаке. Очень много Донбасс флангами атакует. Очередной угловой зарабатывает игрок Донбасса. Или что ли? Штрафной судья показывает. Нет, штрафной удар свалили там. Неаккуратно сыграли против игрока Донбасса армейцы. Вновь Куров у мяча. Я думаю, что отсюда точно Александр бить не станет. Чем-то недоволен игрок в стенке. Нет, Александр попытался пробить. Удар получился вдоль ворот. Но я думаю, что это было больше сделано в надежде на то, что мяч попадет либо в своего, либо в чужого, если кашетит ворота. Далеко выбивает мяч голкипер армейцев. Здесь здорово в центре зацепился за мяч полузащитник. Что здесь придумают. И опять вот непонятное решение. Потеря. Игра пяткой. В некоторых эпизодах армейцы пытаются сыграть красиво через пятки. Но пока это не приносит никаких дивидендов в команде. Кроме потери мяча. И вот очередная потеря мяча. Но здорово здесь отработал нападающий. Вернился. Обокрал Курова. И армейцы. Первый раз, по-моему, за тайм армейцы так долго обладеют мячом. Вот. Сглазил их. Здорово поборолся. В своего бьет. Вот что здесь. Что показывает судья играть. В мяч сыграл защитник Донбасса. Донбасс убегает контратаку. У Донбасса тоже сегодня игра в пас. Явно не клеится перед игрой с Мерчанским. Конечно, над этим компонентом надо проработать. Что здесь здорово. Какая классная атака. Таким квадратом встали игроки Донбасса. Перекатывали мяч друг к другу. Но до хорошего удара довести так и не смогли. Там здорово армейцы отоборонялись. Корольчук далеко выбивает мяч. Защитительное опережение играет. Бьет его просто наотмашь вперед. Нападающий действует по принципу защитника. Практически с центра поля с разворота пытался поразить ворота. Игроков Донбасса. Но мяч прошел далеко-далеко от ворот. Рваная игра пока такая. Вроде как Донбасс явный фаворит кажется в этой паре. Но мы помним прекрасно, как здорово армейцы пару раз контратаковали. И пока по счету такому 1-0. И с теми ошибками в передачах, которые совершает Донбасс. Пока мне кажется, что в этом матче может произойти все что угодно. Удар какой-то здорово. Пробил дальний удар. Рядом со штангой прошел мяч. Я думаю, что вратарь бы, если бы у меня шел створ, ворот справился бы с этим ударом. Вновь армейцы ошибаются. При выходе из обороны. И что? Ой, здорово. Здорово. Простреливал на дальнюю штангу игрок Донбасса. Никто там не замкнул эту передачу. Опасный очень момент был. Конечно, Донбассу нужно забивать второй, чтобы успокаивать игру. Успокоить себя в первую очередь. И уже меньше беспокоиться за результат. Потому что Одна контратака от армейцев может свести на нет все усилия. Здорово опять. Здорово. Располагаются нападающие Донбасса По штангам становятся. Как в мини-футболе столбы. И перекатывают мяч. Все, первый тайм закончился. 1-0. Скоро игра твоей команды. Ты надеешься на победу. Весь в предвкушении игры. Но ситуация меняется. Тебя терзают сомнения. Они вытянут игру. Или их занесет на повороте. Ты берешь себя в руки. Потому что уверен. От них будет выплат. Знаешь, что они готовились. Понимаешь, они идут правильным курсом. И даже когда шансов нет, ты веришь. Они выигрят. Джи Джи Бет. Дай волю азарту. Возвращаемся на игру между командами ЦСКА и Донбасс. После первого тайма счет 1-0. Ведут игроки в оранжевой форме. Второй тайм начинают армейцы. Сразу пытаются загрузить мяч вперед. Неплохая атака у них получается. Не смог нападающий обыграть защитника. Попал в его широкую грудь. Теперь уже Донбасс контратакует. Быстро разбегаются. Здорово удар. Очень слабый удар получился. И прямо в руки вратаря. Вновь армейцы прибегают к тактике. Бей вперед, игра придет. Очень высоко подбивал мяч игрок ЦСКА в борьбу. Из которой победителями вышли игроки Донбасса. Вновь здорово контратакуют. Что здесь удар. Ариф справляется с этим ударом. Мивлютов здорово сейчас сыграл. Мяч у Донбасса также. Еще один удар. Здесь защитник выбивает мяч. Опять Донбасс первый на подборе. И какой шикарный удар получился у игрока Донбасса. И рядом со штангой мяч проходит. Очень красивый момент. Эпизод. Но эпизод заигран. Армейцы начинают свою атаку. Пока камера перевела армейцы уже. Мяч казалось бы потеряли, но нет. Успел здорово сейчас Сыч Олег пытался проткнуть мяч. По-моему Сыч Олег, если я не ошибаюсь. По прическе его там можно узнать. Единственный такой блондин на поле. Олег. Капитан сегодня команды ЦСКА. Виктор Стрельников, напомню. Находится на бровке. Поддерживает свою команду. Руководит ее игрой. Что по первому тайму. Очень много брака в передачах у обеих команд. Конечно, если ошибки в передачах от армейцев никого не удивляют. Потому что команда только находится в стадии становления и сыгранности. То количество брака в передачах, которые совершил Донбасс, это, конечно, какой-то нонсенс вообще. Еще раз повторю, следующая игра у Донбасса с Мерчанским. И там за такие ошибки не простят их. Просто заброс вперед, никуда. Евгений Корольевич успокоен на мяч забирает. Евгений, несмотря на то, что Донбасс, в принципе, наверное, процентов 90 владел мячом в первом тайме. И Евгений два раза выручил свою команду. Здорово убегали два раза в контратаку армейцам. Вот еще одна атака от армейцев. Передача. Удар 1-1. Вот вам, пожалуйста. О чем я говорил в первом тайме. Не смогли Донбассовцу укрепить свое преимущество. И вот сейчас счет 1-1. Конечно, который абсолютно никаким образом игроков в оранжевой форме не устраивает. Потому что команда находится в лидирующей группе. И потеря очков чревата в итоге для команды потерей, может быть, не титула, но призовых мест, возможно. Что изменит Александр Куров в игре своей команды? Посмотрим. Порядка четырех минут сыграли команды во втором тайме. И за это время армейцы смогли счет сравнять. Виктор Стрельников что-то там подсказывает своим игрокам. Заброс с аута далеко вперед. Он удачный. Через вратаря выходят из обороны игроки Донбасса. Он догоняет мяч. Десятый номер в первом тайме несколько раз здорово обыгрывал игроков ЦСКА. Евгений. Здорово. Сейчас Александр Куров бил. Но опять Ариф справился. Амир Лютов с этим ударом. Все, опять потеря от ЦСКА. Нету целостности в игре ЦСКА, как я уже говорил в первом тайме. Нету движения. Элементарно сейчас один игрок отдает второму, а третьего нет, кому можно отдать передачу. То есть на третьего у ЦСКА сыграть не получается. Просто потому что нету у команды пока движения. И в принципе в обороне пока что армейцы тоже, несмотря на то, что счет 1-1, но в обороне армейцы пока вытягивают за счет ошибок в первую очередь Донбасса, за счет неточности в последнем пассе от игроков Донбасса. Они неплотно играют с нападающими, дают принимать мяч. Вот о чем я говорил сейчас. Точно такой же был эпизод. Нету плотности в обороне у армейцев. Нету. Вальяжно, спокойно себя чувствует атакующая группа игроков Донбасса. Им позволяют принять мяч. И только потом уже начинают оказывать на игроков Донбасса давление защитники ЦСКА. Это чревато. Потому что у Донбасса очень классные игроки. И полэпизода они могут решить его в свою пользу. Пытается сам 77 номер убежать от всех, но поле закончилось. Поле закончилось с мячом Донбасс. Очень много Донбасса атакуют флангами. Вот здорово сейчас в центр передачи пошло. И опять спокойно принимает нападающий этот мяч. Подбор весь за Донбассом. Сейчас отбились игроки ЦСКА. Конечно, если в таком духе игра продолжится, Донбасс должен еще забивать. Не будет команда до бесконечности ошибаться в передачах. Ну, именно в последнем пассе. Рано или поздно, если армейцы продолжат обороняться в том же духе, конечно, донбассовцы их накажут. А вот будет разыгрывать команда ЦСКА. Что там в руку мяч попадает. Отсюда было видно, что мяч попал в руку. Много брака технического именно у армейцев в обработке мяча. Сказывается, конечно, класс игроков. Донбасс в этом плане потехничный таких ошибок пока, во всяком случае, не совершал. И что, отворот будет удар. Недоволен решением арбитра, игрок ЦСКА. Динокорычок быстро вводит мяч в игру. Один, абсолютно один центральный полузащитник разгоняет свою атаку. Здорово здесь прервал передачу. Передачу защитник ЦСКА. И Сыч Олег теряет мяч на ровном месте. И 2-1. 2-1. Донбасс выходит вперед вновь в этой встрече. Да, как же сейчас ошибся Олег. Не смог вовремя расстаться с мячом. В итоге его два соперника накрыли. Хороший плотный удар и 2-1 счет. Сами себе привезли армейцы этот гол. Посмотрим, как скажется этот гол на игре. Потому что армейцам терять нечего. Я напомню, у команды всего лишь одно очко в трех играх. И если они и сегодня потерпят поражение, то уже будет очевидным, что за какие-то высокие места команда побороться вряд ли сможет. Ну и рано еще им, рано. Будем откровенны. Рано армейцам еще бороться в призовые места. Здорово. Атака хорошая. Классная атака. И 3-1 счет. 3-1. Все, ЦСКА, судя по всему, посыпался. Опять абсолютно один принимает игрок мяч. Спокойно поднимает голову. Отдает зрячую хорошую передачу. Человек спокойно в одно касание переводит мяч в ворота. Никто ему не мешает. С такой обороной, с такой игрой в обороне армейцам будет очень тяжело играть именно против хороших классных команд, которые вверху турнирной таблицы находятся. Вот тут сейчас поборолись. Мяч у армейцев. Панец, судя зафиксировал штрафной удар. ЦСКА не по правилам сыграл. Куров подключается к атаке. Удар. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это несчастный случай. Александр пробил штангу. От штанги мяч отскочил в спину вратаря ЦСКА и оказался в сетке ворот. 4-1. Я не знаю, буквально за 2 минуты Донбасс решился в этой игре. 3 мяча забив. Окончательно рассыпались армейцы. Либо Донбасс просто стал играть внимательнее в плане передач. Да, в этой игре уже все решено. Несмотря на то, что играть еще порядка 15 минут, я буду очень сильно удивлен, если армейцы смогут хотя бы приблизиться на расстояние в 2 мяча к игрокам Донбасса. Потому что мы пока не видно игровой мысли у армейцев абсолютно. Не в обиду ребятам абсолютно, ни в коем случае. Все мы прекрасно понимаем, что... Все мы знаем, что команда новая. Очень много с составом экспериментируют ребята. Ищут баланс, ищут игроков. Поэтому, конечно, пока результату взяться особо неоткуда. Главное, в этом случае, главное получать удовольствие от игры в футбол. Какая передача, подача с углового. Как будто, не знаю, что пытался игрок сделать. На удар было больше похоже, нежели на подачу. И мяч у армейцев. Нету, вот смотрите, опять, нету некому отдать. Приходится играть через вратаря, ошибаться. Будет угловой удар, судя по всему. Или там игрок... Нет, игрок Донбасса там прерывал эту передачу. Но... Нет, нет, все правильно, угловой удар. Все правильно, я увидел. Получает игрок мяч на бровке. Ему некому абсолютно отдать. Никто под него не открывается. Нету вообще движения. Как будто центра... 4... 5-1. Я так и не понял, как этот мяч залетел. То ли передача была, мяч срезался. То ли такой полуудар, полупрострел был. И уже даже вратарь ЦСКА поплыл в этой игре. Вроде казалось, что он должен был справляться с этим моментом. Но нет. Пятый мяч улетает в всех поворот армейцев. Нету движения, как будто... Я не знаю, как будто забыли выставить центральных полузащитников на иглу. Я не знаю, что происходит с армейцами. Но движения у команды нету совсем. Как можно играть, если человек получает мяч, и ему некому их отдать. Просто элементарно. Играет через вратаря, и в итоге зарабатывает угловой. Пытался отобрать игрок Донбасса мяч у защитника ЦСКА. И что-то там то ли травму получил, то ли неудачно воткнулся в игрока ЦСКА. И здорово. 77-й номер очень здорово. Конечно, вышел на замену. Вся острота в атаке от армейцев идет именно от него. Старается. И можно единственного, кого отметить в составе армейцев. Конечно, порой он заигрывается. Пытается там 3-4 соперников обыграть. 4 в 2 атака от Донбасса. Не успели они развернуть. Но все равно сейчас 5 в 3. Удар. Да. Будет. Да. 77-й номер. Единственный в команде армейцев, которого можно выделить. Старается. Как минимум, видны старания. Других игроков армейцев сегодня не видно совсем. Ну и в целом команду. Не видно. Донбасс здорово. Донбассовцы могут сейчас себе позволить играть пятками. Красиво. В стенку отыгрываться. Счет позволяет. 77-й номер на подборе. Пытается обыграть. Защитник под катей играет. Сбивает темп. Ну здорово. Смотрите, как на фланге разбирается. И угловой зарабатывает. Вот таких бы игроков армейцам побольше. И, быть может, совсем другая игра у нас бы сегодня была. Но пока что 1-5. Забил. Увы, Корольчук здорово справляется с этим ударом. Хороший плотный удар получился. И что там. Фол в нападении. Сфолил игрок ЦСКА. Донбасс тут же бросается в атаку. Несмотря на счет. Хотят парня забить еще. Это сегодня. На данный момент они забили уже 20 мячей. 20. Это четвертая игра. Продолжают. В среднем по 5 мячей за игру забивать. Игроки Донбасса. Смогут ли они в следующем туре забить команде Мирчанская 5. Вот это. Если смогут. Отпадут все вопросы. И Донбасс, конечно, так и останется главным претендентом на чемпионство. Посмотрим. Только игра покажет. Да, вывеска, конечно, огненная на следующем тур у нас. Плюс там еще. Ой, здорово. Сейчас Мирлютов опять справляется сюда. Игрока Донбасса. Помимо матча такой вывески между Мирчанским и Донбассом. Можно еще выделить в следующем туре игру The Eagles. И команды группа здоровья. Группа здоровья призер зимнего чемпионата. The Eagles пока еще ничего не выигрывали в своей футбольной карьере. Но команда только, собственно говоря, создалась. Это первый турнир команды. И команда, кстати, тоже идет в лидирующих позициях. Сегодня тур они пропускают. И впервые за весь турнир The Eagles не будет на первом месте в следующем туре. К следующему туру. Потому что элементарно у них на игру меньше будет, чем у того же Донбасса. Который сегодня, мы уже будем откровенны, всем все понятно побеждает. Вопрос только, какой будет итоговый счет. Пока 1-5. 1-5. Что здесь делает нападающий? Здорово. Как здорово сейчас разобрался нападающий. Не получилось пробить у него в одно касание. Но он там финтом Зидана развернул всех защитников-армейцев. И спокойно забил мяч в дальний угол. 6-1. 6-1. Уже больше пяти мячей за матч забивают Донбасс. У них сейчас 21 забитый мяч в четырех турах. Разыграли мяч. Середины поля игроки. ЦСКА. Счет 6-1. Настроение у вармейцев не очень. Мяч у вратаря Донбасса Корольчука. Вводит мяч в другую рукой. Вводит не точно. Уже могут себе позволить игроки Донбасса где-то и мяч потерять. Попытался практически с центра поля пробить игрок. Мяч свалился у него. Будет удар от ворот. Да, даже уже у 77 номера армейцев пропал-запал. Хотя он единственный, кто, наверное, сегодня старался. Может быть, старались и другие ребята. Я ни в коем случае никого не хочу обидеть. Но явно пока у ЦСКА в первую очередь нет командной игры. Такое ощущение, что ребята не понимают, кто на какой позиции должен находиться. Кто с кем должен играть персонально. За счет этого, конечно, у игроков Донбасса очень много пространства. Очень много свободы в перемещениях, в действиях. Спокойно могут себе позволить. Как сейчас сегодня принял мяч, спокойно поднял голову, посмотрел, что ему делать дальше. Что седьмой залетит. Залетит. Седьмой мяч залетает. Сетку ворот армейцев. 7-1. Бразилия, Германия. Чемпионат мира. Кто помнит, в 2014 году с таким же счетом закончился сенсационно. Никто не ожидал в полуфинале такого погрома бразильцев. Но, будем откровенны, здесь этот счет никого не удивляет. Донбасс явно сильнее сыграннее. Мастеровите своих сегодняшних соперников. Куров, играя сегодня, защитника. Забил три гола. Ну, там я не знаю, третий на него засчитаю или не засчитаю. После удара мяч попал в штангу, потом во вратаря и потом в ворота. Но, в любом случае, три гола. Александр сегодня сделал своими хорошими, мощными ударами. Ничего уже не пытаются сделать. ЦСКА ждут просто, когда уже этот матч закончится для них. 7-1. Олег Сыч там что-то очень эмоционально высказывает своим партнером. Либо судье. Не знаю, отсюда не видно, кому он высказывает. Но что-то очень эмоционально. Судя по всему, судье, видимо, кто-то из игроков Донбасса свалил на нем. Ну, сейчас Донбасс может позволить себе спокойно перекатывать мяч из стороны в сторону. Переводить сланга на фланг, экспериментировать. Вот такая тренировка перед следующим туром получилась. У игроков в оранжевой форме в 077 номер завелся. Бьет. Даже углового не будет. Евгений спокойно забирает этот мяч. Опять рукой вводит. Как будто последние минут 10 Евгений пытается отточить свое мастерство ввода мяча рукой. Но пока два раза он ошибся. Отдал мяч сопернику. Ну, в принципе, поле позволяет рукой мяч вводить. Это все-таки не мило. Футбол 11 на 11. Поле в два раза меньше. Даже чуть больше, чем в два раза. Ошибается полузащитник Донбасса. Пытаюсь. Ну, что, забьют второй гол? Ну, здесь надо решать, конечно. Здорово. Здорово 10 номер армейцев сейчас на паузе убрал защитника Донбасса. Но удар пришелся прямо во вратаря. Конечно, похитрее можно было пробить. Может быть, уже силы не осталось. Тут попытка навеса. Прямо в руки вратарю. Вновь армейцы пытаются атаковать. Ой, здорово пробил штангу в перекладину или что там, крестовина была. Вот еще один момент. Конечно, Донбасс расслабился. 1-7. Счет позволяет. И очень много за последние две минуты позволили создать игрокам ЦСКА. Больше, наверное, чем за всю игру. Сначала 10 номер должен был забивать. А сейчас каркас ворот спас Донбасса от второго гола. Донбасс и пропускает не очень много. Четыре мяча пропустил Донбасс. Ну, сегодня пятый. Четыре мяча пропущенных у Орлов. Езидия пока лучшая команда оборонительная в нашем чемпионате. Слово лишь. За тритура два мяча пропустила команда. Сегодня Езидам играть с Легангом. Посмотрим. Хорошие шансы на то, что и Езиды не пропустят и сегодня. Фалит игрок ЦСКА. Но мяч остается с игроком Донбасса. Поэтому рефери позволяет продолжить игру. Через себя защитник ЦСКА мяча убивает. Очень высокая подача. Доигрывает откровенно уже этот матч команды. Осталось играть буквально минуту. Может даже меньше. Донбасс подает 7-й или 8-й угловой за сегодняшний матч. Ни один угловой дивидендов не принес. Сейчас мяч покинул поле. Все. Арбитр указывает на центр. Матч закончен. Поздравляем Донбасс. Донбасс продолжает оставаться лидером. С сегодняшнего дня Донбасс лидер турнирной таблицы. И останется им только если Езиды там очень много не забьют команде Луганг. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok